Привет друзья! Опубликовано кадр производства и испытаний российского комплекса РЭП L370 Vitebs, предназначенного для защиты самолетов и вертолетов от ракет. Разработчик комплекса НИИ «Экран» производит его компания «Крет». Интервью у разработчиков брал журналист Алексей Егоров. Российский комплекс РЭП выпускается в двух вариантах. Для вертолета используется версия L370 для самолетов «Витебск-25». Комплекс РЭП эффективен, но стопроцентной защиты он не дает. В кабине летчиков достаточно часто можно услышать фразу «Атака справа, атака слева». Это означает, что РЭП зафиксировал пуск ракеты и отклонил ее. Судя по роликам, что публиковала Минобороны России, комплекс довольно часто спасал жизни пилотов. Комплекс РЭП «Витебск» установлен и на самолет Ил-96-300, на котором летает президент России. На видео можно увидеть испытания комплекса РЭП «Л-370», установленного на вертолете Ми-8. Как видно на видео, комплекс успешно отклоняет ракеты ПЗРК «Игла». Всего их выпустили 20 штук. Комплекты комплекса Л-370 «Витебск» размещаются в подвесных контейнерах на узлах подвески самолета Су-25СМ-3 и на вертолетах К-52, Ми-26, Ми-8 и Ми-35М. Стоит отметить, что на самолетах Су-25 он не часто встречается. Основу РЭП «Витебск» составляет станция активных помех Л-373С. По данным разработчика, станция намного быстрее, чем РЭП на других самолетах. РЭП «Сорбция» на Су-27, РЭП «Омоль» на Су-25 и РЭП «Гардения» на МиГ-29. РЭП «Л-370 «Витебск» способен оценить интенсивность радиолокционного облучения и подавить этот сигнал в широком частотном диапазоне. В состав комплекса также входит система защиты от ракет с тепловой головкой самонаведения. На фото можно увидеть состав комплекса, размещенного на самолете Су-25СМ-3 и вертолете К-52. Система автоматически обнаруживает пуск ракеты и активирует применение пассивных помех, ложных тепловых целей и дипольных отражателей, а также активность защиты в инфракрасном и радиодиапазонах. Работа РЭП приводит к нарушению работы систем самонаведения ракет и провоцирует их уход на ложные цели. Система может работать в автоматическом режиме без участия оператора, лишь информируя о ракурсе атаки и характере угрозы. Комплексом РЭП «Витебск» планируют оснастить и самолеты Ил-76, Ил-78, Ан-72, Ан-124, а также перспективный Ил-112В. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь канала. Мы осветимся!